Канал Аль-Иртисам представляет Дорогие мусульмане Ассаламу алейкум Ва рахматуллахи Ва баракатуху Иншаллах С помощью Аллаха Мы ответим на ваши вопросы Которые задали Мы вчера Многие спрашивают Где вопросы задавать Как вопросы задавать Вопросы у нас Уже давно В пятницу где-то В пятницу три часа Ставят пост И под этим постом Когда наберется определенное Количество вопросов Мы закрываем пост За несколько секунд Набирается это количество За несколько секунд Вчера даже некоторые не успели Пост поставили, не узнали 108 вопросов набралось Из-за этого братья Мы не можем Больше этого вопроса принимать Из-за этого прошу извинения Прошу извинения За то, что мы всем Отвечать не сможем И много Не было пост Я смотрел Как это нам Откуда тогда эти вопросы Я получаю Если пост не было Скажите Не успел Не посмотрел Проморгал этот пост Каждую пятницу Три часа дня Будет пост Для вопросов Некоторые предлагают Говорят Давай будем Каждую неделю Делать Например По темам Сегодня вопрос Только касаемо Никаха Следующий вопрос Касаем намаз Следующий вопрос Касаемо торговли Потом касаемо Джихад Вот так темы делают Но Тогда получается У кого вопрос Про никаха был Если этот эфир Он не задал Ему придется Целые несколько месяцев Ждать Заново Этот вопрос задать Это тоже не выход Из ситуации Может быть Какой-нибудь выход Сделаем В дальнейшем Но в данный момент Также продолжим отвечать Иншаллах Первый вопрос Касаемых джиннов Всем кто сказал Ас-саламу алейкум Ва рахматуллах И тем кто дуа делал И говорил Ждать Аллаху хайран Вам тоже Ва и якум И за вашу дуа Амин И всем Кто салам дал Ва алейкум Ас-салам Ва рахматуллах Ва баракату Возможно ли Воздействие джинов Через телефоны И телевизоры Честно сказать Я не знаю это Но Некоторые ученые Нинейшнего времени Говорят Может быть Воздействие сихра Через джин Через телефон Здесь в некоторых Неизвестный номер Не поднимает Или что-то такое Но Я сам не знаю Это вопрос Но некоторые ученые Говорят Да может быть Воздействие сихра Через телефон Аллаху а'ля С тем Кто этот вопрос Один человек Задает пять вопросов Шесть вопросов Только мы ответим Один вопрос Который не было Для него ответа В прошлых эфирах Можешь ли ты Покупать себе Дорогую одежду Или дорогую Красивую мебель Ведь наш пророк Благословит его Аллах Являясь Самым лучшим творением Аллаха Жил бедно Хотя и мог Жить богатой Жизнью В этом нет У нас запрета Человек Если Пророк Салам Спросили Человек Любит Чтобы Один Одежда Красивая Была И оба Красивые Были Это считается Гордостью Нет Гордость Что Гордость Это Батару Аль-Хак Они принимают Истину Богом Тон Нас И унижают Людей Это является Гордостью Если Человек Хочет Чтобы Красивый Мебель Было Красивый Дом Был Ухоженный Дом Был Это Нет Запрета Главное Это Богатый Человек Если Он Закат Дает Своим Ушество И Нужно Помогает И Добав К Себе Он Покупает Мебель Или Одежду Этим Запретом Нет А что Лучше Лучше Например Слишком Роскость Лежит И То Что Если Можете Помогать Мусульманам Тем более Такое Время Когда Положение Мусульмана Очень Трудно Столько Тлину Находится Наших Сестер И Угнительное Положение Находится Мусульман Это Помогать Надо Но Если Человек Это Помогает Закат Дает Сверх Этим Нету Запрета Валлаху А'лам Хочу Узнать Есть ли В Исламе Временный Развод На 2 месяца И 10 дней Временный Развод Нету Братья Но Что Это Означает В Исламе Есть Аллах Субханаху Ата'аля Дал 3 развода Тебе Дат 3 Талака 3 развода Например Ты Говоришь Жене Я С тобой Развелся Не надо Как Некоторые Многие Думают Это Неправильно Что Надо 3 Талака Дать Это Является Бида Это Является Запрещенным Это Является Харам По всем Мазхабам Аллах Дается Один Ты Говоришь Я С тобой Развелся Хватает Потом Выжидается Идда Идда Определенный Срок Который Должна Женщина Ждать Это Около Месячные Идут Пока Три Раза Месячные Пройдут Это Время Это Примежуток В это Время Муж Имеет Право Вернуть Свою Жену Если Время Пройдет Закончится Этот Идда Тогда Женщина Становится Свободной Она Может За Другого Выходить И Может Вернуться К Бывшему Мужу С Новым Никахом С Новым Махром Если Она Захочет Если Нет Никто Ее Заставить Тоже Не Может Этот Один Развелся Обратно Вернул Третий Развелся Потом Нет Обратной Дороги Пока Она Замуж За Другого Не Выйдет Если С Нем Не Сошлась Потом Если Захочет Бывший Муж Ее Взять Тогда Имеет Право А так Как Некоторые Говорят Треть Аллах Место Дает Это Является Харамом Это Является Бедой Но Четыре Мамы Говорят Хоть Три Место Это Является Харам Беда Но Аллах Считается Будьте Осторожны Не Надо Спешить Многие Играют С Аллах Жену Пугать Если Дома Выдешь Я Треть Аллах Дал Если Не Послушай Я Треть Аллах Дал Потом Ищут Выход Нет Выход У нас Двое Детей Мы Друг Друг Любим Я Поспешил Я Генев Был Другие Наказания Есть Которые Аллах Нам Дозволил Если Жена Непослушная А Сразу Аллах Прибегает Аллах Дал Потом Бегает Искает Себе Выход До Такой Степени Даже Некоторые Готовы Этот Ошибочный Неправильный Выход Который Вообще Всем Известный Который Выдают Замуж Один Два Ночи Не Бывает Потом Разводится Когда Замуж Выходит Это Является Прокатным Бараном Это Запрещено Исламе Нельзя Так Делать Вот Этот Называется Если Ты имеешь Ввиду Временный Развод Такой Развод Один Раз Развелся Вернуть Можешь Два Развода Дал Вернуть Можешь Третий Раз Развелся Потом Ты Не Можешь Ее Вернуть Кроме Как Если Она За Другого Замуж Выйдет Потом С Этим Мужем Они Не Сошлись Они Развелись Потом Ты Можешь Ее Вернуть Заново Жениться На нее Вот Это Ислам Талах Хочу Поступить Медину Получать Исламские Знания У меня Семья Жена С Ребенком Можно Ли Оставить Их Со Своими Родителями Дома Где Живет Родной Брат С Семьей В Одном Доме У Каждого Есть Свои Комнаты Можно Ли Общество Нуждаются Ученые Знающие Братья И нет В вашем Обществе Такое Тогда Можно Поехать Оставив Их Если Обеспечиваешь Обеспечение Оставив Поехать Учиться И поступить Учебу Но На долгое Время Если Там Ты Остаешься И Жена Не согласна Так Остаться В этом Доме Например Жене Должен Отдельный Дом Отдельное Своё Место Кухня Бани Такой Жить Она Не имеешь права В таком Доме Оставить Ты должен Ей Поставить Отдельный Дом Где Она Может Жить Или Квартиру Снять И Обеспечить Для Него Свой Дом И После Этого Тоже Ты Уехал Годом Не возвращаешься Если Тогда Жена Не согласна С тобой Жить Она Имеет Право Обратиться На Шариатский Суд И Попросить Развод Или Чтобы Ты Ее Забрал Туда Если Вы Объютным Согласен Осталась Она Там Нет Запрета Валлаху Алям Правда ли Что Тот Кто Выучил 99 имен Аллаха Без Могильных Мучений Войдет В рай Такого Достоверного Хадис 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 Кто Войдет 99 имен Аллаха Тот Войдет В рай Там Не сказано Без Могильных Мучений Или С Могильным Мучением В первую Очередь Этот Хадис Достоверный Хадис Но Что Значает Войдет В рай Если Большие Грехи Оставил Человек Большие Грехи Не делает Но Аллах Прощает Ему Маленькие Грехи Этот человек Войдет В рай В Аллах А'лам Если Сестру Выдают Замуж Жених И она Не совершают Намаз Аузу Биллах Смогу ли Я Выдать Ее Замуж Хотя Я Им Говорил Я Не Смогу Быть Вали Хотя Они Начали Растить И Говорить Ты Один Мусульман Что Ли Как Поступить Правильно Правильно Поступать Брат Делать Насия Что Я Не могу Хотя Ты моя Сестра Не Молишься Если Можешь Ее Заставить Молиться Ты Должен Этого Делать Она Оставила Намаз Если Она Раньше Молилась Или Она Родилась Родителем Мусульмане Она Муртар Она И тот Тоже Муртар Который Не Молится После Единей Божьей После Ла Илла Мухаммад Расул Самый Главный Я Я Я Самый Будьте Осторожны Братья Сестры Начните Молиться Нет Такого Трудного Это Шайтан Вас Обманывает Замуж Выйду Начну Молиться Пожинусь Начну Молиться 40 лет Исполниться Начну Молиться 50 лет Кто Тебе Дал Гарантии Хоть Дальше Завтра Хоть Доживешь Никто Не Дал Если Это Вечный Ад Вечное Наказание Тебе Тоже Брат Советую Чтоб Даже Они Поняли Скажи Я вообще Не буду Для вас Вали Вообще Не Отношение Чтоб Они Поняли Хоть Они Говорят Только Ты Что Ли Мусульманин Да Скажи Я Мусульманин Это Нету Стеда Вы Не Мусульмане Пока Не Начнете Молиться Вот Так Ты Можешь Им Сказать И Не Должны На Эх Упрек Обращать Внимание Наоборот Пусть Они На Тебя Обращают Внимание Которые Требуешь С них Чтобы Начали Молиться А что Они Про Вали Думают Да Когда Про Намаз Не Думают Ты Скажи Не Будут Для Вас Я Вали Даже Если Можно Не Иди Чтобы Они Поняли Они Плохо Поступают И Вернулись Ислам Вернулись К Аллаху Субханаху У У меня Часто Крутится Головой Вопрос Как Полноценно Соблюдать Религию Если Жизнь Человека Только Занята Тем Что Он Большую Часть Жизни Вынужден Работать А Остальная Часть Жизни Это Бытовые Дела Нервы Стресс Проблемы Жизни Итд Итог Получается Что Человек Молится Бессмирение Постится Едет Один Раз В хадж На этом Все Но Этого Недостаточно Для Полноценного Соблюдения Религии Аллаха Дайте Пожалуйста Развернутый Ответ Брат Мой Наша Религия Алхамду Лиллах Все Обхватывает Человека Не заставляют Чтобы он Весь Дунья Бросил Только Дома Сидел Поклонялся Аллаху Субханаху Ва Тааля Человек Зарабатывая Для Дунья Для Своей Семьи Может Получить Вознаграждение Как он Поклоняется Если Это Он Хочет Заработать Накормить Свою Семью Чтобы они Достатки Жили Чтобы они Могли Проклоняться Аллаху Субханаху Ва Тааля Чтобы они Могли Служить Аллаху Субханаху Ва Тааля Человек Зарабатывает Закат Дает Хаж Дает На Джихад Помогает Или же Чтобы человек Учился Деньги Дает На Заработки Деньги Дает Чтобы человек Учился Обеспечивает Или же Каким-то Мусульманом Помогает Это Все Является что этот человек полноценным соблюдает религию Аллаха Субханаху Женщина воспитывает детей воспитывает их убеждение дает им вознаграждение дает им знания исламские, акида, убеждение она этим зарабатывает себе для Ахирата получается у нее 24 часа проходит поклонение Аллаха Субханаху и также мужчина что полноценный зарабатывает если на него обязан жихад, он должен жихад делать если на него обязан зарабатывать деньги, помогать мусульманам он этого должен делать нет у нас в исламе только намаз хадж, закат только это считается поклонением нет, у нас мусульманам может быть 24 часа будет поклонение зарабатываешь ради Аллаха покормить семью и давать закат помогать нуждающим это является поклонением женися что увеличить умма Мухаммада общество Мухаммада общество мусульман увеличить и сохранить себя от харамного тоже является поклонением как сказал пророк Савел Салам ва фи будда и ахадикум садака. То, что вы делаете близость к своей женой, является садака. Пожертвование. За это вознаграждение от Аллаха субханаху ата'аля. За это, братья, не понимаете плохо, только поклонение является хадж, закат, намаз, ураза. Нет, это тоже поклонение. Добавок к этому является поклонение. Все, что мусульмане делают, если это исправить свое намерение. А так, конечно, все силы дать, зарабатывать, зарабатывать и ахиро забывать, это тоже является опасным. Нормально намаз соблюдать. Целый день работаешь, ночью пришел домой, послушал лекции, прочитал из Курана, хоть несколько страниц, или же истории пророков, истории ислама, или же убеждения, вероубеждения, или же прочитал несколько хадисов вокруг своей семьи. Это тоже является соблюдением религией Аллаха, субханаху ва-та'аля. У меня есть брат, двородный брат, и он хочет устроиться на военную работу, по контракту. Стоит ли мне после этого с ним держать связь, пока он не устроился, искренне делай дуа, пока к ним не пошел. Потом иди к нему, делай искренне на себя этому брату твоему. Дай, скажи, если военным не устроишь, от голода не умрешь. Этим военным убивают мусульмане, притесняют мусульман. Я имею в виду сейчас СНГ, который есть в большинстве, армии СНГ, потому что русский житель вопрос задает, будет это Россия или остальные государства. Все это является харамом, куфром, помогаясь, агутом. Найди себе другую работу и делай на себя. После этого, если он устроится, лучше ему с ним вообще связь не держать. Валлаху а'лам. Мой друг работает в ресторане, где проводятся харамные свадьбы. Там есть музыка, смешивание мужчин и женщин и многое другое. Он обслуживает только мужчин, а алкоголь он не приносит, является ли эта работа халальной. Я стою и говорю, смешивающие мужчин и женщин. И там и музыка. И харамные в этом ресторане там работают и является запретным. Аллаху а'лам. Можно ли беременным посетить дом умершего для того, чтобы выразить соболезнования? Конечно, можно. Этим нет никакого запрета. Это суеверия очень много есть. Беременным нельзя куда-то ходить. Или же невесте нельзя куда-то ходить. Тот же день соболезнования ходить. Или же сорок дней из дома нельзя выходить после рождения ребенка. Или же этот ребенок не должен кто-то увидеть. Ребенок сорок дней не должен небо увидеть. Это все является суеверия. Никакое отношение к исламу не имеют. Это запретным тоже не является. Аллаху а'лам. Шейх Боишься ли ты смерти? Как перестать бояться и получить благую смерть? Очень боюсь смерти. Куда бы ни ездил, ни летел, переживаю. Об этом тяжело жить. Если Аллах простит грехи, за это в судный день не будет спроса. Брат мой, почему мы от смерти боимся? За что я смерти боюсь? Я от смерти боюсь, например, за то, что какой-то грех я делаю и боюсь этим грехом умереть. Так же и ты тоже. Остальные все тоже за счет смерти боятся мусульмане. За то, что у них какие-то грехи есть, которые он еще не оставил. Из-за этого оставил тот грех, который боишься, ты встретил Аллаха с этим грехом. Ты боишься смерти за то, что ты пока того не сделал, пока грешишь, прелюбедением занимаешься, харамный пьешь, харамный делаешь, из-за этого ты боишься умереть. Тогда что делать? Тогда оставь этого харамной. Оставь этого харамной, тогда не будешь бояться смерти. От смерти мы не убежим. Некоторые боятся самолет сидеть, некоторые боятся поезд ехать, некоторые боятся что-то, боятся смерти. Нет, у каждого человека у нас определенный час. Это придет, мы от этого уезжать не сможем. Мы каждый должны к этому готовиться. Когда человек умирает, ему приходит хороший или плохой весть. Тот, кто к нему хороший весть пришел, что он спасен, что его грехи прощены, он спешит встретиться с Аллахом, субханаху перед Аллахом, субханаху и субханаху и субханаху и субханаху Так коротко ответим, потому что здесь каждый вопрос так расширно отвечает, мы здесь вопрос тоже не ответим до конца. Слава делай тоубу, проси прощения Аллаху и скрывай свои прошлые грехи. И другим порицать мы можем, насиха можем делать, не делай это харам. Это не обязательно о своем грехе рассказать Аллаху Алям. Я учусь в Москве в колледже, совершаю намаз, успеваю только на утренний и ночной намаз. Как мне быть? Ахи, если это премида времени, который ты не можешь найти для намаза, если это момент, если ты уеденщик, если тебе давали бы деньги, богатство, ты этот момент нашел бы. Мы можем этот момент найти. Например, нам сказали бы обед с 12 до пол первого, если ты уединишься сам один на 5 минут, тебе выдадим 100 долларов или 1000 долларов. Ты любим путем каждый из нас нашел бы это время. Мы для Аллаха не можем найти целый день по 5 минут. Это обманность шайтана. Нельзя пропускать намаз. Пропускание одного намаза обратно мусульманин является хуже убийством человека, хуже прелюбедяние, хуже, чем этот ростовщит ист. Хуже рыба из этого, брат, не говори нет времени, не говори не получается. Получится, если ты захочешь. Не стесняйся от своего намаза ни от кого, от этих кафиров, от этих вокруг тебя, которые ослушались Аллаха, не стесняйся перед ним молись, брат, покажи, что ты мусульманин, покажи, что ты искренне верующий, и молись, и покажи свой хороший нрав. Пусть Аллах поможет тебе. А так оставить намаз, не делать его нельзя, брат, не оставляй намаз. Один момент, который сегодня является очень актуальным, и многие сестры этим пренебрегают, казалось бы, мелочи, но в религии не бывает мелочи. Вопрос такой, можно ли сестрам хиджабы, будь она замужна или нет, вести свой инстаграм-аккаунт, выкладывать свои фотографии, быть может где-то она украшена и накрашена. Нет, нельзя, харам свои фотографии ставит, свои лица показывает, инстаграм ставит, которые в соцсетях свои фотографии ставят, является запретным, харамным. Что делать, если муж не хочет относиться к жене так, как пришло в шариате? К сожалению, я не слышу от мужа доброго слова. Он винит это мне, меня, но и наставление не делает. Конечно же, я и совершаю ошибки, не успеваю все делать одна, потому что я ухаживаю за его большой семьей, но ведь это не дает ему права унижать, обижать меня. Я много раз предлагаю слушать лекции, но он отказывается. Рассказываю аят и хадисы об отношении к жене. Он злится на меня, при этом оскорбляя. Коран не читает, сунны не делает, знаний не приобретает, он меня не содержит, но и с этим я согласен. Лишь бы было хорошее отношение ко мне. Прошу вас, наставьте его, потому что мы на грани последнего развода, у нас двое детей и я снова беременна. Да исправит тебе Аллах и твоего мужа и всех мусульман. У нас мы должны свою гордость убивать. Когда тебе напоминание делают, говорит хадис пророк, читает аят Корана, каждый из нас должен быть слушать, кто бы это не рассказал. У нас гордость не позволяет, если муж рассказывает тебе хадис, и от тебя не слышит, ты такой, муж ругает. Или же муж, если жена делает напоминание, жена не слушается. Это так не должно быть. О, брат мусульман, это женщина. Если она твоя жена, она сестра у кого-то или она дочь у кого-то, ты обращайся с твоей женой, как хотели бы обратить, с твоей дочерью или с твоей сестрой. Из-за этого мусульманин должен изучать свою религию. Наоборот, если жена тебе помогает на поминании Аллаха говорит слушай лекции или какой-то хадис тебе рассказывает, наоборот, ты должен этим довольным быть. Она мать твоих детей. Очнись, брат, очнись, о мусульмане, куда мы катаемся, оставляем свою религию, оставляем все, что святое. У нас какая-то гордость, сердце, кавказская гордость, как говорим, кровь горячая. Как-то у нас кровь горячая, кровь тоже умирает у нас, когда кто-то нас унижает в тюрьмах перед кафирами. Мы готовы это все делать. Армия, в тюрьмах, каждый готов зашкирку, унижают, тогда терпеть готовы. Тогда не будет у нас горячая кровь. А пред приказом Аллаха мы какие-то гордые, горячие, не можем терпеть. Нет, пусть Аллах наставит и тебя, и мне, и всех мусульман на прямой путь направить всех нас. Аминь. В каких случаях беда выводят из ислама, в каких нет? Беда, в которой есть куфр, ширк, это выводят из ислама, в которой нет не выводят. А полной цены про беда у нас вопрос есть на канале «Ариатисам». Основа тарика это первая часть она про беда, какой бывает беда, что такое беда, бывает ли вообще хорошая беда, хорошее наведение или нет, все там разъяснено. Посмотрите, братья, Дом, где есть изображение живых существ, не входит ангел милости, как упаковка от продуктов, тубиков, бутылок от питовой химии, ведь на них зачастую есть изображение живых существ, изображение в коробках изображение не является возвышенным, униженным видом, в коробках, ящиках, пакетах. При таких изображениях, иншаллах, если они не возвышенные, на полуне валяются, или там мусорка, или где-то там, за такие изображения не запрещают, чтобы ангелы зашли в дом. Это изображение, которое на стенках повесили, или где-то поставили на стол, на шкафу, или же игрушки, или же заневески с узором, тогда не зайдет. А так, ради фотографии ты эту упаковку не купил, ты купил какую-то упаковку, например, молоко, там корова нарисовано, или что-то, за такие упаковки, иншаллах, не запрещают зайти ангел домой, в Аллаху Адам. Можно ли есть мясо, которое зарезает человек ради Аллаха, но у него неправильный акид, если он мусульманин, да, можно кушать. Ассаламу алейкум, у меня такой вопрос, я сейчас в положении, у меня мучает, у меня очень вопрос во время схваток, читал разные источники, но везде пишут по-разному, как быть правильным, совершать намаз, например, если читай намаз, начнутся сильные схватки, прерывать ли его, или продолжать, если ты можешь терпеть, продолжай, если еще эта вода, эта природная жидкость пока не ушла. Если не можешь терпеть, можешь прерывать намаз, когда схватки перестанут, потом молиться, если роды не начались. Я говорю именно момент, когда совсем не в моготу, а если уже дошли, отошли, отходят воды, можно ее читать, или же уже нет. Если уже вода отходит, уже в этот момент не надо читать Аллаху Алям. Еще вопрос, можно ли читать только фарс, намаз, отпусти в сунну? Если в таком положении, в таком трудном, можно ли читать только фарс, Аллаху Алям? Местене живем уже два года. Женой вместе живем два года. Живет в селе сейчас с родителями и с ребенком. Девочка 4-4 годика. Я живу до 200 километров, а сейчас хочет уехать в Краснодар тысячи километров своему родному брату с ребенком. Я не хочу отпускать ребенка туда, так как она принадлежит моему роду. И я беспокоен за свою родословную. Брат ее живет с женой, с тремя детьми, все мусульманы. Иншаллах, как разрешить ситуацию правильно, иншаллах, как разрешить ситуацию правильно, братья, по шариату не знаю, подскажите ради Аллаха. Вам лучше обратиться к знающему брату, чтобы между вами решил этот вопрос. А так, если муж не разрешает, жена не имеет право с собой, сафар, пут, брат детей после развода. Бывает, что при таслиме я машинально немного киваю головой тому, кому дают таслим. Считается ли такой поклон ширковым нет? Не считается улава алим. Я возвращаюсь с работы примерно в 10-11 часов вечера, тело хочет отдохнуть и поспать, а я заставляю себя тренироваться. Исходя из хадис сильный верующий лучше слабого, считается ли мои действия зулмом отношения самого себя, потому что тело хочет отдохнуть, а я заставляю тренироваться. Тело всегда хочет отдыхать. Час поработал, целый день тоже хочет отдыхать. Нет, если это не вредит твоему здоровью, если оно не вредит твоему здоровью, тогда это не считается зулмом. Можно ли свои дуа просить Всевышнего о наказании иноверца, который внес большой разлад в семью и сбил с пути религии? Конечно, можно. Урок говорит, «Раббиля тазар аля арзи мин аль кафирин дайяра». «О, мой Господь, не остав ни одного кафира на земле, говорит, но аля и салам». Просил Аллах субхан аля. И мы должны просить против тех кафиров, которые притесняют наших братьев мусульман во всем мире, во всем мире, начиная от России, кончая до Америки. Все эти кафиры делают дуа против них. Просить Аллах субхан аля, чтобы дал помощь для мусульман, огнетенных мусульман Сирии, Афганистана и других мусульманских стран. Даже об этом мы не думаем о своих братьях, не воспоминаем их своих дуа. Нет братья. Должны делать дуа. Просить Аллах субхан аля, чтобы Аллах субхан аля уничтожил этих кафиров, которые уничтожают наших братьев мусульман. Просить Аллах субхан аля. Делайте дуа. Станте тахаджуд. Тахаджуде. Сужде. Всегда просите за своих братьев мусульман. Харам ли есть и пить посуды, где написано Аллах имя пророка? Не харам, но является нежелательным. Муж работает и живет за границей. После рождения ребенка не хочет забирать с собой из-за того, что его родственники хотят, чтобы я жила дома с ними. Приезжает если он финансово может себе этого позволить. Я замужем не так давно и хочу здесь с мужем. Муж требует с мужем, чтобы он забрал с собой другую страну, в которой он живет. Я не понимаю. Родители не хотят, чтобы я забрал. Ты же сам женился на девушку, не твои родители. Ты жену себе брал не для родителей. Из-за этого очень много вопросов поступает. За то, что мама не хочет забрал не забирает, за то, что за мамой ухаживает, оставляет жену. Она не обязана этого делать. В России очень часто, почти всегда в создании законов участвуют не только депутаты, но и профильные министерства, где только закон готовят, подготавливают, шлифуют, а потом уже его дают депутатам на голосование. Вопрос, несут ли те, кто готовил закон для голосования, не депутат, кто голосовал, а те, кто готовил парламент, закон, ответственность перед Всевышним Аллахом, Господом, миров, да дарит тебе царь, царей в высшей степени и в раю, а также всех, кто тебе дорог. Амин, амин, и вас тоже. Конечно, тот, кто этот закон приготовил, участвует в этом, все они являются мушриками. Издавать закон это ширк, это куфр. Интересно, те братья, которые себя называют братьями, если какой-то мусульман по ошибке делает, сразу его ширк, куфр и слава уводит. А, полноценный хокму, ширк люди делают, издают законы, помогают издавать законы, по-моему, законы Аллаха заставляют людей, чтобы судили не тому, что не спасал Аллаха потом все равно их называют братьями, называют мусульманами, пока он в сердце не скажет, что этот закон лучше, чем Куран, он кафиром не становится. Эти слова являются нынешними муржитами, эти слова далекие от ахлю сунны валь-джама'а, ахлю сунны валь-джама'а, единогласные мнения, хоть даже один закон, Аллах убрал, поставил вместо него другой закон, например, тот, кто, например, человек своровал, мы знаем Исламу, какой хокму, его рука отрубит вора, но убрал этот закон, говорит, да, его будем 10 лет турму сажать, это является кафиром, человек становится кафиром. Иншаллах, мы начали запись делать про современных муржитов, иншаллах, в этом теме тоже мы будем касаться про тему судить не по закону Аллаха и там более обширно разъясним. Ответ ради Аллаха задам коротко, я собираю жениться на девушке мусульманке, но ходят слухи, что она незаконно рожденная, а так как ее мать русская христианка, отец мусульман говорит, что у них женой был никях, если женой был никях, дальше который пишет, что она незаконно рожденная, хоть она была незаконно рожденная, это не ее вина, можешь на нее жениться, а если отец говорит, что у них никях был, тогда она законно рожденная, и она мусульманка, если отец мусульманин, Аллаху молится, я начал молиться позади нее, есть в этом нежелательность или же запрет нету, запреты, это можно молиться, Аллаху Алям. Ассаламу Алейкум, у меня вопрос, вот, например, время утрен намаза 5.05, я делаю намаз через 2-3 минуты, после этого времени, а потом через 5-10 минут начинается азан мечети, как мне быть, надо ли мне заново сделать намаз, если точно ты уверен, это время и ты намаз делал, потом в конце услышал азан, надо ли заново, нет, не надо, может быть, имам опоздал, проспал, это всякое может быть, Аллаху Алям. Шейх, у меня такой вопрос, мы с братьями часто собираемся среди нас, есть братья, которые обсуждают некоторые вопросы, так, чтобы другим не было понятно, о чем они говорят, разрешено ли Ислам некоторые вопросы, так, чтобы другим не было понятно, о чем они говорят, разрешено ли в Исламе такое, можете дать обобщенный ответ, если это, например, там много братьев собираются, только некоторые часто обсуждают отдельно, и некоторые, например, много их, ни один, ни два, не понимают, тогда можно, а если все одно обсуждают, там один или два человека их не понимают, вообще, что они говорят, про них ли это говорят или нет, тогда нельзя так обсуждать, в Аллаху Алям. В прошлом эфире вы почти отвечали такой вопрос, на том было, если муж потерялся и нет известия от него, вы сказали, обратитесь чариатскому суде, он вынесет решение. Если посчитаешь, что муж умер, то должна подождать срок и после можно выходить за другого, а здесь у молодой девушки муж жив, но сидит в плену в шаме, если она захочет выйти замуж за другого, и с мужем нет связи, чтобы просить у него талах, то, что в этой ситуации нужно делать, чтобы выйти за другого, так в этом ситуации тоже надо обратиться сирадскому судью, сирадскому калди, чтобы он делал хукму Аллаху Аля. Мы с мужем знаем, что праздновать дни рождения нельзя, праздновать соответственно тоже. Наши родители не читают намаз и далеки от религии, поэтому им трудно понять это, они обижаются, когда мы не приходим к ним на эти праздники, как быть в таком случае, можно ли пойти в этот день к родителям или бабушке, чтобы они не обижались и не упрекали тем, что мы отделяемся от них. Нет, брат, если они отмечают, я не участвую в этом. Наоборот, идем вперед, объясняем, что пострелять этого нельзя. Объясняет, это твоя религия. Не стесняйся показать свою религию. Многие стесняются, говорят, я не отмечаю днем рождения, чтобы кто-то ему не упрекал. Нет, брат, гордись своей религией, гордись, что ты подчиняешься своему Создателю, кроме Создателя никому ты не подчиняешься. Этим гордись, брат. Не стесняйся за своей религией. Не должны мы стесняться поклоняться Аллаху Субхану 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 Если твои родители не стесняются не поклоняться Аллаху Субхану 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 не боятся, что судный день Аллах их накажет, зачем ты должен упрек бояться, В том месте, где ты должен слушаться Аллаха Субхану 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 А так, чтобы с них отношения не портить, объяснить им, говорить им про ислам, ты можешь заранее объяснить, мы не имеем права, не обижайтесь, мы будем к вам приходить другие дни, но именно этот день, чтобы отмечать джима, мы не придем, объясните им. Бабушке 80 лет, она хочет делать намаз, но не может выучить суры, как ей быть, если читать умеет, будет читать, читать тоже не умеет, тогда молится, как она может. Мы объяснили, там, где объясняем намаз пророка саллаху и саллаху и саллаху кто фатиха не знает, что должен делать, он должен стоять, говорить ла аляхи лиллах, аль хамду лиллах, субхану Аллаху. Это другие поминания Аллаха или же аяты знают например, сурату лихлас кулуху аллаху ахад или же маленькие суры знают, еще фатиха не знают. Если человек знает фатиха и ат-тахияту ташахуд, он молиться может человек. Но это тоже не может выучить, как ты говоришь, 80 лет уже она старая, память не осталась. Если читать, может пусть читает. Если нет, вместо этого фатиха стоят, будет примежуток фатихи говорить ла аляхи лиллах или же субхану Аллах или же Аллаху Акбар столько времени например, сколько время проходит, весь фатиха прочитать, минута, минута она будет там стоять. И так же руку, и так сужу, там не знает субхану Рабби аль-Аля и не запоминает это. Руку сказал субхану Рабби аль-Авим и не запоминает. Сужде сказал субхану Рабби аль-Аля и не запоминает. Тогда и руку будет говорить ла аляхи ла или же субхану Аллах или, субханаллах, и суждение тоже также будет поминать Аллах те поминания, которые она знает, пока она не учит в Аллаху Аля. Можно ли доносить на осужденных из массы АОЭ сотрудникам тюрьмы для своей выгоды, зная, что они тоже доносят до нас? Нет, братья, не помогай этим кафирам. Против кафиру тоже не помогай им. АОЭ тоже тагуты, имеют в виду это вор законы. Их законы тоже противлящие законам Аллаха, субханаху вата'аля. И они тоже тагуты, они тоже кафиры. И ты тоже кафиры. Вообще, не обращайся им и не помогай им. Как поступить по шариату? Один мусульманин считает, что я совершил сихр на его жену, будто при чтении руки, шайтан заговорил и сказал, что я сделал сихр. На нее по фото, и спрятал ленточку, он ищет меня, чтобы вывезти сихр. Они меня не верят, говорят, что я кафир и вру. Угрожает расправой, если кто-нибудь заступится за меня. А мне угрожает, что могут надо мной надругаться. Шейх, скажите, как поступить правильно. Братья мусульмане, если вы верующие, в первую очередь, тот, кто рука читает, тот, кто в первую очередь не до условия, он должен быть знающий человек. Не как кто попал, знающий человек знает, как может шайтан обмануть, чтобы не обманываться. Как в этом случае случилось? Шайтан заговорил и сказал, какой-то человек сделал сихр. Нельзя этому шайтану верить. Этому джину верить нельзя, потому что он специально это делал, чтобы между вами был спор. И обвинять, послушать этого кафира, шайтана, или джинна, обвинять, кто-то сихру сделал, обвинять его куфры, это является запрещенным. Нельзя этого верить, он обманывает, джинн обманывает, шайтан обманывает, он всегда обманчивый. Из этого веру, эти слова, нельзя кого-то обвинять. Они часто обвиняют, кого? Родственница, или родственника мужа, или же родственника жены, или же соседа, или кого-то обвиняют, что между ними ссоры было. Она добила, что она хотела. Он добился, имеется в виду, шайтан добился, что он хотел. Из этого храм их слушает, и не зная, кто рук и читает, он сам заблуждается и заблуждает других. Почему условия, знание является условием для рук и читать? Когда заговорится, джинн, чтобы этим не обмануться, там передают, он читал рук и заговорил, говорит, я выйду, послушал тебя. Ибн Таймия говорит, джинн, я выйду, послушал тебя. Ну, любой из нас сказал, выходи, какая разница, послушал меня, послушал, выходи. Ибн Таймия сказал, нет, выходи, послушал Аллаха, его посланника. Что этот джинн хотел? Хотел этот момент, что гордость сердца появилась, появился в Ибн Таймия, даже джинн не слушает меня. Из этого условия является знание, зная, что человек должен быть, кто читает, говорит, урок я. Был ли у пророка Мухаммада, да благословит его Аллах, и приветствует список лицемеров? Пророк, саламу всех лицемеров узнал, и он их имена рассказал своему человеку, который секретар, который его секреты держит, этому человеку он рассказал, это Хузаифа ибн Яман, он тоже знал их имена, в Аллаху Алям. Узнала, что совершила ошибку в намазе на протяжении более пяти лет. Вместе субхана рабби я читала субхана рабби я лазим ваби хамдихи есть ли мне грех за это, и считается ли мой намаз, или же нужно все возмещать? Нет, не нужно ни одного намаза возмещать, твой намаз тоже считается. Дальнейшим исправить ошибку, это даже субхана рабби лазим руку сказать, субхана рабби маулиды и их зикри, я не кушаю с ними и не помогаю им в этом. Но из-за этого может испортиться отношения с родным, но пока они мне не жаловались, однако скоро у меня дома тоже собираются поминки делать. Должен ли я вообще не помогать им с едой и т.д., и не участвовать и не сидеть с ними кушая? Да, брат, если ты можешь этого делать, и тебя из-за этого не притесняют, ты должен этого делать. И родителям объяснить, чтобы вообще даже они не делали это маулиды. Почему нельзя маулиды отмечать пророка салам тем более сейчас является рабби ауаль который говорит когда родился пророк салам это маулиды отмечать является нововведением. Почему его нельзя отмечать у нас целый ролик есть на канале лекции есть про маулиды посмотрите братья. пророк салам есть разогласие в каком месяце он родился и какой день он родился но нет на разогласии пророк салам умер этот месяц рабби он умер если мы отмечаем день рождения так же мы должны отмечать день смерти пророка салам не это не то не является сонной оба являются бедой в Аллаху я покупаю из магазина например ты хочешь купить у тебя деньги нет пошел ты говоришь купи мне этот стакан он сам себе покупает этот банк я не знаю это лариба или другой как они работают она сперва себе покупает этот стакан потом от него я дорого покупаю он купил 100 рублей он мне продает долг на 120 рублей и потом если даже вовремя если деньги я не отдал цены не повышают тогда это можно в Аллаху Аля если человек знает постоянно врет и знает какой грех ему будет какое наставление можете сделать такому человеку наставление этому человеку оставит этот большой грех то что сказал пророк салам говорит поистине вранье того человека да греховное и греховное ее ведет куда в ад огонь ада и человек будет врат говорит пока Аллах у себя не напишет что это является кадзаб врун лжец из этого братья оставит это грех нельзя мусульманам врат мусульманам нельзя врат оставит этот грех это является большим грехом какое наставление больше делать если другого наставления не было кроме этих слова пророка салам человек должен любой грех оставить тем более пророк говорит этот человек за то что много врет Аллах напишет что это является кадзаб покайся какие большие грехи не были даже ты являешься врун лжецом покаешься больше не будешь этот грех делать Аллах тебе простит Аллах нет блага в ваших молитвах пока ваши жены раздеты этот как я знаю сейчас если память не ошибаюсь этот неизменно если мне память что этот хадис является слабым но конечно если мы согласны что наши женщины чтобы раздеты выходили и мы этим довольны этом пророк сказал этот человек я задаюсь когда его семья женщины поступают так как делают вещи которые ты должен ревновать чтобы они этого не делали и они открыто уходят и молчишь жена открыто уходит дочка открыто уходит мама открыто уходит и мы на себя не делали я говорю даюсь такой человек является даюсом и даюс не почувствует запах рая пророк салли аллахи мусульмане мы не говорим сейчас о кафирах которые уже раздеты голые ходят те люди которые себя называют мусульманками имена у них мусульманские имена сподвижниц пророк салли салли имена дочери пророка салли но они ходят раздеты когда смотришь их отец молится брат молится мечети бывают а их жены без платка коротких юбках без рукава одежды где ваша ревность или же религия просто только четырех стенах является нет брат религия у нас везде та женщина которая разделась думая что жарко ты знаешь огонь еще жарче 70 раз сильнее чем огонь этого дуни в таком положении хадис пророка салли салли что мужчины будут приходить мечеть оставлять будут такие это как сказать транспорт похожие на которые в верблюдах как домик возит на верблюдах который будет как домик на этих похожих транспортах будут у мечети останавливать и они будут в мечеть заходить а их жены раздетые это один из признаков судного дня да мы сейчас видим то же как описал пророк салам перед мечетей мы оставляем машину она похожа в то время которые были над верблюдами которые дома которые садились люди ездили на верблюдах тогда объяснили что это является машиной или же мотоцикл нет на это похожих транспортах будут приходить останавливаться перед мечетью и заходить а их не женщины открытые это хадис пророк салам это признак судного дня один брат попросил отнести упаковку сока из машины в дом для маулида я отнес ее пал ли я в грех и сделал ли я соучастие зная маулида беда если знал беда запрещено это не должен тебе помочь это не должен был тебе помочь Аллаху Аля потому что пророк сказал не помогайте друг другу порицаемые маулид тоже является порицаемым тем более не считая что не хватает что не является беда и добавок там слова ширка большинства какие металлы дозволены и на какой руке пальцах можно носить кольцо для женщин металлы золото и серебро дозволено а для мужчин серебро только дозволено и какой ты пальцем так пальцем можешь носить кольцо для мужчин тоже Аллаху Аля Скоро должны родиться си близнецы я хотел бы узнать что является сунной что нужно делать обязательно когда рождаются дети что нужно делать у нас на канале есть ответ посмотри брат а так коротко является держать седьмой день побрит голову за это вес этого золота волосы золото или серебро раздать садака отдать и потом если мальчик рождаются за каждым мальчиком два брона это является сунной и также седьмой день делать обрезание тоже является желательным и так далее у нас есть на канале это сам канал этот видеоролик что является сунной что является желательным когда рождаются дети пусть Аллах это сделает твоих детей из тех людей которые возвышают Слово Аллаха Субханаху Амин Салам Алейку Рахмат Аллах Грех ли не общаться с отцом который притеснял семью убил мать и при нас оскорблял и нас и ее сейчас после ее смерти он говорит плохо про нее хотя она этого не заслуживает он не жалеет ни о чем наши просьбы не притесняют так семью он не желал и не жалеет слушать не желает слушать тяжело это забыть он совершает намаз брат он твой отец он грешил но грехи делал но он твой отец отцом остается из этого будь с ним мягко объясни ему то что он делал с твоей мамой он найдет если мама не простила он найдет это Аллах накажет если даже он свою обязанность не делал ты являешься его сыном и он причинит что ты в дуне появился делай ему насиха делай ему напоминание если так лицом к лицу рассказывать не сможешь отправляй его телефон какой-то насиха чтобы он опомнился не порвить с ним отношения если я не придерживаюсь конкретно одного мазхаба я выбираю более достоверные мнения ученых исходя из ваших видео но хожу если я в заблуждении не находишься брат но ты должен знающего спрашивать если знающий человек ты доверяешь своей религией и видишь он соблюдает религию Аллах ему спросил и он является из людей ахли сунну аль-джама'а то что он тебе говорит это харам это харал это можно это нельзя как ты говоришь например слушаешь наши видео это нет никакого запрета ты не обязан простой человек его мазхаб нет вообще простой человек мазхаб того ученого который ему говорит это можно это нельзя он говорит я шафельский мазхаб но ты не знаешь ни шафельский мазхаб ни ханафельский мазхаб ни другой мазхаб Аллаху Аля Я работаю на озере по сбору яиц Артемия и Салина. Это яйца рачков. По законодательству нашей страны запрещено его собирать. Можно лишь в Казахстане. Можно лишь тогда, когда оформишь разрешение, документы и иметь цех по приработке. Но у простого народа нет на это возможности. Мы сдаем Артемию скупщикам, которые приезжают к нам. Дальше они везут этот город и продают одну фирму. Там они продают это за рубеж через поддельный документ. Как бы ни было, брат, это является дозволенным. Это не харам. Те законы, которые того-то поставили, их обходить. Если эта вещь дозволена шариату, этот закон никакого отношения не имеет. Если ты можешь даже не оформить никакой документ, не отдать им на копейку, зарабатывай свои деньги, делай, брат, не бойся. Это дозволено. Это их законы, как они сами говорят, поставили, чтобы их обходить. Нельзя ли нам их соблюдать? Наш закон – закон шариата. Если шариата эта вещь дозволена, потом на другое не смотри. Долгое время уже какой-то спад идет у меня в жизни. Как укрепить свой характер, свой дух, сила, воля, если они слабые у меня? Как можно изменить полностью лучшую сторону? Возможно ли? Да, это возможно, брат. Это мы на всех делаем. Читай. История из подвижника пророка, саллаху алейху асалам, Абдурахман, Рааф Атбаша. На русском языке тоже есть перевод. Читай историю, как они были сильны, как у них иман увеличивал. Читай историю пророка, саллаху алейху асалам. Укрепи свой иман, читай вероубеждение, иншаллах. Силу воли тоже, иман тоже увеличится. Можно ли играть в игры, где убивают из автомата, но крови нет, можно? У вас на странице есть видео, где вы отвечаете на вопрос обмануть людей или ослушаться мужа. Если муж попросил сказать, что его нет дома, вы сказали ответить, посмотрите в кафе или в мечети. То есть не говорит прямо, что его нет дома, а заставит подумать, что его нет дома. Разве это не является попыткой обмануть Аллаха? Аллах же мы не обманываем, Аллах знает, что он дома есть. Я не хочу обмануть, из этого говорит, так делай. И его тоже я не обманул, не сказал, что дома нет, в первую очередь. Я слышал истории про одного человека, который насыпал землю со своего двора и свои сапоги и пошел оспаривать чужое участие, говоря, «Я клянусь, что земля под моим ногами принадлежит меня, имея в виду ту землю, что находится в его сапогах». Разве можно так говорить? Так говорить нельзя. Такими словами уйти от ответственности или же приобрести чужое имущество, это является запретным. Даже если ты поклялся, думая, что под твоим ногами, которые есть земля, это не считается. Это намерение того человека, который из тебя клятву просит, это считается. Когда тебе человек поклянись, что под твоим ногами, которые находят земля твоя, тот, который тебя попросил, имел в виду ту землю, вот эту, не ту землю, которую ты кинул в свои сапоги, а под твоим ногами, которые находят вот эту землю, поклянись, это намерение считается. О том ответе, о котором мы говорили, там от франьё уходить и не соврать, и там, если там, например, она могла бы сказать, муж тоже спит, не заходи, но чтобы так грубо не ответить, или же муж не хочет его встретить, устал, может, не в том состоянии, чтобы гостей принимать. И она не хотела отмануть, сказала, иди мечеть посмотри, или же кафе посмотри, или же стадион, иди там можешь, и не соврала, и то, что она сама хотела, добилась, это разрешено. Но такими словами чужое имущество себе приобрести, это является запретным? Аллаху Аля. Говорят, что споры рождаются истиной. Можно ли спорить со старшим ради истины? Споры с истиной не рождаются. Споры с истиной не рождаются. Спорить можно, если ты являешься истинным путем, ты с ним объясняешь, разъясняешь. Можно, хоть старше, чем ты тоже это является, ему доказываешь, приводишь аят, хадис, что ты являешься прав, что та дорога, которую ты держишь, является дорогой пророка, саллаху алисалам. Это рассказать и этим спорить можно. А просто рады спора спорить, это является заблуждением, Аллаху Аля. Сегодня в мечети имам своей проповеды сказал, что беда является двух видов. Я сказал про беда, иншаллах. На канале есть ответ, посмотри, брат, иншаллах, там найдешь на все ответы, которые ты задал. Можно ли покупать или продавать брендовые копии? И есть ли разница, если продавец предупреждает покупателя, что это копия? Да, есть, брат. Не предупреждал, копии продавать нельзя. Ты обманешь, этот человек, он думает, это оригинал и покупает, ты ему копии продаешь, этого нельзя. А если ты скажешь, это копия, это тогда можно, Аллаху Аля. Девушка, на которой я хочу жениться, была раньше в шиизме. Сейчас она суннитка, алхамдуллях. А родители у нее так и остались шиитами. Но они вообще не молятся и ничего не соблюдают. И начали притеснять свою дочь. Отец избивает его, оскорбляет, мат угрожает ее. Мат угрожает, что не отдадут замуж. Мат против того, чтобы она молилась, покрывалась, избивает ее. А также угрожает отец, что убьет. Может ли в такой же девушке уйти из дома, от родителей и жит одна? Конечно, может. Если ей не разрешают молиться. Я не знаю, это правильно или нет. Если такая ситуация, да, может. Аллаху Аля. Те юноши, которые уснули в пещере, про которые говорится суры пещеры, это те же самые юноши, которые делали дуа посредством прекрасных иман Аллаха. Это в втором юношах. Что ты имеешь в виду? Я не понял. Какой хадис? Если ты имеешь в виду те люди, которые в пещеру попали, потом они делали дуа посредством своих хороших деяний, чтобы это раскрылся этот, который при ним закрыл камень, отошла. Нет, это другие люди. А есть другой хадис. Я не понял, какой хадис ты имел в виду. Аллаху Аля. Ас-саламу алейкум, шейх. Я понимаю, что такие вопросы через интернет не задаются, но вынужден задать вам это, его. Есть девушка, на которой я хочу жениться, но отец ее не выдает, он не молится, да и младший брат ударил ее, когда она рассказала им, что хочет за меня замуж. Можем ли мы поставить никах по телефону, сказал им, что поставим никах, и можно ли не говорить. Она будет в одном месте, я со свидетелями другом, и тот, кого она уполномочит, то есть тот, кто будет выдавать, будет в другом месте, а когда получится, ее заберу, прошу, дай ты развернуть ответ. Я не понял, зачем сейчас, если ты его не забираешь, никах поставить. Если для ради общения, открыто, если никах делаешь, чтобы люди знали, что вы женились, можно, но не в таком форме. Из-за этого обращайся к знающему человеку, он объяснит тебе, как. Или она, если в таком ситуации, сейчас тоже я не знаю, эту ситуацию, из-за этого не могу открыть. Встречайся к знающему человеку, объясни ситуацию, он тебе выход найдет. В сети очень много групп развелось, брак сунна, выставляют объявления, ищут пару себе, как мужчин, так и женщин, дозволенные, если да, такие условия нужны. Условия там, поставил, какой-то женщине хочет, когда нашел, узнал ее, пошел, засватал, или же позвонил его, вали, спросил у него, вали номер, или что, позвонил, вали, сказал, я хочу твою сестру, твою дочку засватать, так и это делать, это дозволенное. А так, общаться с ней, разговаривать с ней, узнавать это, уединять разные разговоры, это является запретным в Аллаху Алям. Дозволено ли наращивать ресницы молящиеся женщине с разрешением и одобрением мужа, если это делается для украшения себя для мужа, будет ли считаться полной и малой омывением спасибших? Если ресницы, наращиваем ресницы, там клеем или как-то закрываешь и вода не доходит до основной ресницы, тогда омывение не получается и полной омывением тоже не получается. С такими ресницами на улице выходить тоже нельзя, не закрыл лицо. Если она вода пропускает до основной ресницы, тогда можно перед мужем, но когда улица выходит, надо не кабадевать, закрывать лицо паранжой. Погибший при защите своей чести, жизни, имущества, семьи является шаидом. Какова граница этого по отношению к чести? Честь имеется в виду, кто-то хочет твою сестру или жену или маму изнасиловать. Ты защищая ее, умер. Ты становишься шахидом. Даже, думая, даже если силы не хватит, оставить тоже нельзя. Должен защищать. Не только твою родную сестру, если даже мусульманку ты видишь, кто-то хочет ее изнасиловать, ты должен ее защищать. Если этим умрешь, тогда ты тоже становишься шахидом. Аллаху Алям. Если я устроюсь на работу в следственном управлении, в следственном комитете, я выхожу или из ислама? Да, вы уходите. Как нам известно, вы открыли Исламский институт в Турции. Скажи, пожалуйста, для братьев из России и Средней Азии о порядке приема финансовых условий в Закалаху Хайран. Это институт, который мы раньше открыли, его нет. Сейчас братья хотят открыть институт, когда они откроют студенты, которые учатся в Турции и их знания есть, они хотят открыть институт, когда откроют может, иншалла, сообщим на этой странице. Можно ли уйти с дома, оставив родителей, чтобы полностью выполнять обязанности ислама? Только не говорите, чтобы я попробовал их уговаривать, они меня никогда не поймут. и будут читать вахбитам, как все остальные в моем селе, могу ли я уехать? Если ты совершеннолетний, конечно, можешь, проблем нет. Можно ли прочитать намаз в комнате, где есть унитаз, он чистый и закрытый? мы этот вопрос ответили, если не разрешают дома молиться? Этот вопрос был задан. Если не разрешают молиться дома, за то, что ислам принял, или ислам принял, и тебя бьют за это, ты закрылся, в ванной чистом месте, там помолился, можно молиться в Аллаху Аляме. Можно ли играть в компьютерную игру под названием Дота 2? Это же десятки раз спрашиваю, я даже не знаю, что за эта игра. Сейчас сегодня некоторым спрашивал, какая игра, они объясняли там, там есть слова куфра, как они говорят, как ты здесь сам говоришь, убивай врагов, там пишется на экране ник и слово богоподобен. Это является словом куфра, брат. Как может быть богоподобен? Ширк. Но я не обращаю внимания на подобные надписи, могу ли я из-за этого попасть в ширк. В ширк не попадешь, но такие игры играют являются хоромом. Там есть и сахар, это, хотя она не настоящая, твоя жизнь продлевает, жизнь увеличивает это все, да, такие игры играют мусульманин. Не подобные это. Если такие хочешь игры играть, воевать, иди воюй на пути Аллаха. По-настоящему хочешь убивать врагов ислама. А там себя отманывай, свой, который есть внутри себя, чтобы убиваешь врага через компьютер, убил этих игрушек, и ты хочешь победу почувствовать? Нет. Если хочешь победу почувствовать, помогай братам мусульманам, помогай угнетенным мусульманам, воюй против кафиров, тогда ты почувствуешь истинную победу. Это даже слово куфр, там видя это и дальше играть, как можешь это убрать? Пишу от имени подруги. Она вышла за мусульманином и замужем более трех лет, но махр его обещанный все еще не получила, хотя она во время никаха срок на махр не оставила. Может ли она сейчас напомнить мужу и махре и спасибо за ее хак она может получить эту махр? Ассаламу алейкум ва рахматуллах и ва баракатуху. Правда ли, что приверженцев на выведение не принимаются благие деяния? Все хадисы про это, которые говорятся, что приверженцев не принимаются благие деяния, от слов пророка они являются слабыми и недостоверными и наговор на пророка саллаху алейкум саллаху алейкум это как сказал Албани рахматуллах есть слова Хасану Башри, который передал, как ты здесь говоришь, приверженцев не принимают ни пост, ни намаз, ни хадж, ни умра, ни садака, ни джихад. Полностью что это не принимается по мнению Аль-Суну Аль-Жама'а, что вообще это не будет приниматься, это не является правильным. Более правильное мнение это деяние не будет принимать, которое ты добавил туда бидоа. Или полностью бидоа не будет принимать, если бидоа сделал, или же та деяние, которую ты добавил бидоа не будет принимать. Остальные деяния человека принимаются. Или же третий мана ему говорит, от него обязанности уходят, но он вознаграждение не получит, как того человека, который вино выпил, 40 дней намаз не принимаете, имейте в виду, вознаграждать намаз не получу, но он должен молиться. Такое ману. Но это не хадис от пророка, саламу. Это слова Хасану Басри Таби'ин. От пророка, саламу, саламу, такой достоверного хадиса нету. Валлаху а'лам. Можно ли быть донором крови? Продавать кровь нельзя. А просто донором, помогать мусульманину отдать кровь, это дозволено. Валлаху а'лам. Мне говорят, нельзя читать Коран, если я читаю ошибки. Это правильно. Мы ответили на вопрос, я тоже отвечу. Если это ошибки, не меняет ману, но ты стараешься еще учиться, обучаешься, и трудно тебя, иншаллах, ты вознаграждение за это получишь. Я учусь в Азербайджане. Город Косарнам по литературе дает рассказы про прелюбедьяни и про изменения. Но я стараюсь не учить, но она заставляет, что мне делать? Но все равно не учусь. Алхамду ля, за то, что не учишься за Аллаху и держишься в своей религии. Харам мне ненужно, литературу не надо обучать. Полезные надо учить. Математика, физика, другие. Знания, ислам никогда не противоречит. Никогда не противоречит знания. Даже большинство ученых прошлых физики, астрономики, это были мусульмане. А то, что запретное, вот это ненужное, прелюбедьяни изучают, изменения изучают, это нам не нужны, мусульманам. У меня двое детей инвалидов, целыми днями и ночами я с ними. Но у меня муж без конца выпивает, не дает покоя. И дети от этого нервные. Тринадцать лет в браке, бывают мысли развестись. Аллах, чем таким можем жить? Пьяницей. Аллах, даже инвалидность детей тоже от пьяницы может быть. Чем с таким можем жить? Я тебе советую развести. Если ты сама обеспечиваешь, сама кормишь это, ты сама смотришь. Наоборот, даже постоянно пьяный приходит и еще добавок, добавляет болезнь для детей, с таким можем лучше не жить. Я работаю на христианском кладбище. Могу ли я читать там намаз? Спасибо. Намаз читать можешь. Можно ли там работать? Какую работу ты делаешь? Должен узнавать. Мне 52 года, мусульманка, а муж русский. Мой сын от первого брака верующий требует, чтобы я развелась с ними. Что делать? Пожалуйста, ответ. Если русский муж, он не мусульман, ты не имеешь, вообще это брак, это не брак. Это ислам невозможно. Мусульманка за кафира замуж выйти, будь он христианин, еврей, или остальные религии, которые есть в этом мире. Ни за кого мусульманка, мусульманка выйти нельзя. Ва-ля абду му'мин хайру мушрик, он говорит Аллах. Раб, мусульманин верующий, лучше, чем мушрик, какой бы он богатый не был, какой бы он не был. Не только развести, ты вообще не имеешь права с таким мужем жить. Это не муж. Это не муж, он, как ты хочешь, назови, сожитель или как-то, но не муж он. Ты с ней, с этого момента должна от него отойти, он для тебя никто. Или он должен ислам принять, тогда имеешь право заново никах поставить, покаяться за то, что до сапор делали грехи и жить вместе. Алхамдулля, что твой сын тебе так требует. Назначены даты свадьбы. Есть намерение после свадьбы совершить умру с женой, маше Аллах. Можно до никаха заранее без дозволения ее отца расписаться в ЗАГСе чисто, чтобы быстрее оформить документы на умру. Если ты скоро назначен, и это, в этом никакого запрета нет, в этом просто ЗАГС делает, чтобы документы оформить, без ЗАГСа тоже можно, если ты это делаешь. Загранпаспорт уже есть, без никаких этих можно умру полететь. Это не факт, это не обязательно. Если загранпаспорт есть, у нее загранпаспорт можно вместое улететь. Вводят ли из Ислама, если женщина работает в армейском госпитале? Если ты в этом армейском госпитале лечишь кафиров, военных, и ты сама присягдал, и там работаешь, нет разницы между тобой и солдатом, может человек выйти из Ислама. Считается брак действительным, если муж и жена молились, отец невесты традиционный мусульм. Да, считается. Ответьте, пожалуйста, скажите, пожалуйста, во время намаза у меня часто из-за аллергии течет нос. Могу ли я высмаркиваться? Можешь там взять с собой на свой проток держать и высмаркиваться, можно. Другого выхода, если нет, что делать? Можно. Человек депрессии, чтобы вылечиться, хочет постоянно читать Коран, намаз, дуа, это можно ли так? Можно, конечно. Не является ли такой вид поклонения децемерием? Человек боится, не знает, нет, не является децемерием, ты обратился к Аллаху, но самое лучшее поклонение, когда ты здорово обращаешься к Аллаху, когда ты здорово обращаешься, когда трудностях, Аллах теперь тоже не забывает. Но, чтобы ты вылечишь от депрессии, хочет побольше в Коран, поменять Аллаху, это у меня тут запрета. В Аллаху а'лам. Что вы скажете о Тумса Абдурахманову? Тумса Абдурахманову, многие его прямые эфиры я послушал, некоторые. Джазаху Аллаху хайран. Я считаю этого человека который подходит к хадису пророка саллилаллаху алейхи ва салам, самый лучший муджахид, это истинные слова инда-султана Джаир. Пред правителем Джаир, имею в виду, притесняющим, пред притесняющим правителем, который говорит истинные слова, являются самым лучшим муджахидом. в другом хадисе есть, самый лучший шахид, это тот, кто говорил истинные слова перед правителем притесняющим, из-за этого его убили. Я считаю этого человека своим словам воюет против тирана, против режима пусть Аллах поможет его и защитит от рук кафиров. Много пользуются, это не означает, что человек не ошибается, это не означает, что со всеми то, что он сказал, я согласен, нет, но он является мусульманином, который работает на его пути. и то, что на днях даже он просил студентов, сказали слова поддержку, когда, например, саудийский Ибн База, внук против их правителя Кадирова сказал, что он в многих местах обманывает, его муфты выходят, мы имели ввиду, говорят, прямо врут, те вахбиты, которые против нас воюют, не все вахбиты, мы имели, нет, явные слова, мы знаем, как он говорил, у арабов больше геев, у арабов больше таких, они все шайтане, вахбиты, а сейчас говорит, что российские отношения, саудовское отношение уже совпало, начали по-другому опять. Людям понимание дает, объяснение дает, да, этому брату я советую, не выходя из рамки своего знания, отвечать, а шриятское знание, если сам знает, точно ответ дать, если нет, сказать, знающим спросите, да, брат, ты прав, многие знающие, хотя они делали хиджру, хотя они делали это, не хотят объяснение, не дать, шриятское объяснение, не дать таким деянием, то, что ты делаешь. Он брат наш, мусульманин, и я считаю его муджахидом, который воюет словами против тиранов, да поможет ему Аллах, и поможет ему, чтобы меньше ошибался, больше искренние слова говорил, жиза куллаху хайран, альхамду лляху раббил аламин. Иншаллах, на этом закончились наши вопросы, которые мы получили сегодня. Иншаллах, если Аллах даст силу, и возможность, и здоровье, иншаллах, через неделю встретимся и ответим на ваши вопросы. жиза куллаху хайран, альхамду лляху раббил аламин. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Субтитры создавал DimaTorzok